Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Низи Легенды. И сегодня у нас платиновые испытания союзники. В этом испытании три эпизода. Ограничено количество героев. И давайте-ка для первого боя я возьму команду мутантов. Итак, Змей Кьюн, Крип, Пиццелицы, Джастин и Паукус будут сражаться со сборной других игроков. Вот вперед. Итак, первая волна. Вот встречает нас здесь Морозная Кошка. Макмен и еще Пулеверизатор. Вот неплохо. И так Паукус наносит очень мощный удар когтями. Вот снимает большую часть жизни Морозной Кошки. Та выживает. Но надеюсь, что сейчас Змей Кьюн ударом и шипов его ее добьет. Да, вот Морозная Кошка выбита. А кто это у нас, Крип, пытается вытянуть жизнь из Макмена при помощи своей особой способности. Ну что ж, просто здорово. Осталось Пиццелицу ему забросать вот при помощи зомби-пиццы. Это он пытался добить Пулеверизатора. Пока как-то неудачно. Но надеюсь, что уже вот Джастин, выпуская вонючую волну, добьет Пулеверизатора. Есть. Враг уничтожен. А мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Кто здесь у нас? Эй, Перелонир, Кейси Джонс и Мандагека. И сразу же вот пытается Пулку забросать их при помощи своей слизи. Да, вот выбил без проблем Кейси Джонса. Кроме того, вот еще бросает какую-то слизь. Змей-Кейси Джонс нанесен довольно-таки приличный урон Мандагека. Вот. А наш Крип пока привлекает внимание. Вот. И что же? И налаживает на врагов дебафы негативные эффекты, уменьшая их скорость. Пиццелица тем временем забрасывает врагов раскаленным сыром. Ох, наносит очень довольно-таки приличный урон. И осталось Джастину нанести добивающий удар. Итак, бросает слизь, но как видите, Эйприл выживает, но пассивный урон ее все же догрызает. И мы переходим к третьей волне. Так, кто здесь у нас? И это Железная Голова, Кирби Мыш, Доктор Роквелл и Мандагека. И сразу же массовая атака от Паукуса. Вот ничего себе. Сразу же двоих врагов он выбивает. Остается только Железная Голова и Кирби Мыш, которых при помощи спор добивает Змей-Кьюн. И мы празднуем идеальную победу. Просто-просто супер. Ну что же, здорово, друзья. Итак, первый эпизод пройден. И мы получаем накраду. Очень даже неплохо сработала наша команда мутантов. И наша добыча это снаряжение союзники. Замечательно. Вот переходим, друзья, ко второму эпизоду. И для второго эпизода давайте-ка я возьму команду людей. Итак, стиранка, хан, зэк. Вот крысиный король давайте-ка я тоже возьму. По крайней мере, очень похож на человека. Вот кто у нас еще больше похож на человека. И это, как по мне, лисичка. Но опять же не совсем человек. Ну тогда давайте-ка, друзья, пойдем вот этой четверкой. Вот четыре человека. Вот хотя крысиный король уже условно можно назвать человеком. Вот все-таки он без глаз. Можно сказать его мутантом. Тем не менее, вот такой вот состав. Итак, встречает наш отряд железная голова, голубь, пид и керби-мыш. И сразу же хан налаживает на врагов негативные эффекты дебафы, уменьшая их защиту. Просто супер. Надеюсь, что массовая атака зэка поджарит врагов. И так нанесен довольно-таки приличный урон, но враг выживает ненадолго. Крысиный король выпускает орду стаю голодных крыс, которых догрызает и уничтожает без проблем первую волну. Ну что ж, очень даже неплохо они ее смели. А мы переходим ко второй волне, где нас ожидает Мандагека. Еще вижу Морозная кошка. Доктор Роквелл и Пульверизатор. И для них есть сюрприз Астеранка. Это его любимый пулемет. Наносит колоссальный урон, но как видите, враг выживает. Ненадолго. Ударом ноги хан отправляет Морозную кошку на перерождение. Вот зэк постарается добить доктора Роквелла. Вот отлично. И крысиный король еще метает огромную крысу Мандагека. Есть очередной враг уничтожен. Остался Пульверизатор. Он пытается что-то сделать. Он прокачал атаку, но это уже ему не поможет. Потому что хан бьет кулаками по уязвимым точкам и отправляет Пульверизатора на перерождение. А мы переходим к третьей волне. Итак, третья волна. И опять приходит очередь Теранка. На сей раз он стреляет из гранатомета. Вот так здорово. Взрыв, удар. Большая часть здоровья просто сметена. Вот чудом враги выживают. И надеюсь, что сейчас вот зэк добьет Эйприл. Если он этого не сделает, она подлечит свой отряд. Итак, сила надо убивать в первую очередь. Зэк стреляет из пальца. И есть. Эйприл выбито. Но остальных врагов я не думаю, что уже будет проблема уничтожить. Итак, рысиный король при помощи разума берет под контроль и уничтожает каждое голова. А хан пытается справиться с Кейси Джонсом. И это у него неплохо. Получается, вот и завершающий удар наносит Тиранка. Вот при помощи бомбы подрывая Слэша. Супер. Ну что ж, идеальный бой. Отличнейшая победа. И мы получаем награду 3 звездочки. Плюс наша добыча это снаряжение союзники. Просто супер. Итак, друзья, здорово. Переходим к третьему эпизоду. Давайте-ка я возьму для третьего эпизода тех героев, которых еще не участвовали. Это довольно-таки классные яркие персонажи. Это нейтрализатор. Это Армагон. Это змея Карай. Это лисичка Алапекс. И еще Мутагеноид. Вот такой вот необычный состав. Хотя враг тоже довольно-таки силен. Поэтому, друзья, я не уверен, что мы сыграем на 3 звездочки. Но я буду стараться проделать все по максимуму. Итак, сразу же массовая атака от лисички Алапекс. Идет вот ниндзя лисица в атаку. Подставляет вместо себя бревно и наносит удар со спины. Итак, снимает где-то третью часть здоровья. Честно говоря, слабовато. Я надеюсь на более разрушительный эффект. Вот стоит ли применять мне сейчас массовую атаку? Вот трудно сказать. Давайте-ка все же я ее применю. Итак, змея Карай. Вот кричит при помощи ультразвука. Наносит довольно-таки серьезный урон. Но, как видите, враг выживает. Враг выживает. И мне кажется, надо все-таки догрызать Эйприл. Вот нельзя позволять ей нанести, вот подлечить врагов. И Армагон кусает и догрызает ее. Вот вовремя мы это сделали. Вот враг, чувствую, очень непрост. И я попытаюсь вот при помощи нейтрализатора и его хвоста телепорта добить железный угол. Есть. Удар и железная голова уничтожен. Кроме того, мутагеноид пытается при помощи ударов до ладони добить Хейси Джонса неудачно. Но, возможно, проклятые клинки лисички Алапекс завершат свое дело. Да, кстати, по мультику есть серия, где именно лисичка Алапекс с проклятыми клинками поцарапала Хейси Джонса и навесила на него дебаф невезения. Вот как и у нас получилось, лисичка добила вражеского Хейси Джонса. Ну, а сейчас давайте-ка пытаться добивать во второй волне Кербимыш. И змея Карай кусает. Отлично. Кербимыш получается сейчас уже у нас оглушен на один ход. Вот пришло время для массовой атаки. И Армагон сбрасывает на врагу огромный камень Метеор, который давит и ничего себе. Просто расплющивает Кожеголова и еще Доктора Роквела. В Кербимыш вот жизнь на минимуме. Да, и вот у Макмена тоже немного осталось. Тем не менее, вот надо выбивать вражеского Хейлера. Кербимыш и лисичка Алапекс неплохо с этим справляется. Просто супер. Кроме того, нейтрализатор бросает диски. Снимает оставшуюся жизнь у Макмена. И мы переходим к финальной третьей волне. Итак, кто здесь у нас? Очень серьезная команда врагов. Слэш, еще Синегами, Сплинтер, Эпель Кунаичи и Морозная Кошка. Итак, друзья, Морозную Кошку я буду выбивать в первую очередь. Хотя, возможно, друзья, лучше применить массовую атаку. Нет, давайте-ка я вначале попробую запинать Морозную Кошку. Чтобы она не подвечила. И да, удалось навешать на нее дебаф, негативный эффект. Вот мутагеноиды это уже радует. Кроме того, змея Карай плюет, опять же отравляя Морозную Кошку. А Армагон наносит массовый урон ракетами. Взрыв, но Морозная Кошка до сих пор выживает. И вот уже враги пошли в контратаку. Итак, одна надежда на Алапекс, что она добьет Морозную Кошку. И что же? Нет, не сумела. И да, у Алапекс появился еще один удар. И все же она сумела добить. И я уже считаю, друзья, победа у нас в кармане. Хотя, смотрите, что делают враги. Итак, синегами атакует Армагона. Мстит за него Алапекс. За своего мальчика. Вот вражеский сплинтер атакует при помощи тайны Катаны. И все, бедняги Армагону. Снимает большую часть здоровья. Но, как видите, как Алапекс мстит за Армагона. Но это просто супер. Вот. И за нейтрализатор тоже отомстила Эппер Клинаич. А да, друзья, я не обратил внимания. Напротив лисички Алапекс вы видите, вот висит значок мести. Вот такой вот с крючком знак. Кстати, все знаки мы можем увидеть в настройках. Зелененькие это позитивные бафы. Красные негативные дебафы. Которых можно налаживать как на врагов, так и враги могут налаживать на нас. Ну, а сейчас, возможно, друзья, будет фитальный удар от нейтрализатора. И он вытаскивает ракетную установку, стреляет и просто подрывает, сметает, уничтожает последних врагов. Ну, просто супер. Вот очень крутое окончание игры. Просто здорово удалось подорвать и уничтожить. Кроме того, добыть нашу добычу это снаряжение союзники. Просто супер. Ну, что ж, друзья, просто замечательно. Просто суперски. Давайте-ка, у меня еще остался сыр. И я попробую при помощи телепортиков добыть этой особой награды. Хотя не факт, что она получится ее добыть. Итак, последние 8 кусочков сыра. И что же, и, друзья, неудачно. Больше не удалось мне добыть снаряжение союзники. Сегодня на этом уже я с вами буду прощаться. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.